Зрители прикоснулись к джазу через талант музыканта мирового уровня Ли Мейса. Певец, композитор и продюсер является обладателем престижной премии Дауф Эйвардс. В 70-х годах он выступал в США и гастролировал по всей Америке. В 1976 году выпустил легендарный альбом Shine Your Love. В России он стал популярен 5 лет назад после переиздания альбома. Я могу сказать, что у меня больше 5000 русскоговорящих поклонников, чем англоязычных поклонников. То есть, условно говоря, в России у меня больше аудитории, чем в Америке. Поэтому меня это очень радует, и я имею возможность общаться с ними со всеми, и благодаря этому мои туры развиваются даже в такие города, как Анапа. Выступление Ли Мейса – это песня о любви. Он дарит романтическое настроение и облекает легкое послевкусие влюбленности в музыку. Беспросветный романтик. И, естественно, когда я пишу свои песни, многие эти песни посвящены позитиву и любви, и взаимоотношениям между людьми. И в Америке не так много исполнителей, которые работают в такой манере. И поэтому я слушал некоторых музыкантов, которые работают в этом ключе, и я нашел свой собственный стиль, который позволяет мне выражать свои эмоции. Творчество Ли Мейса известно далеко за пределами Америки. Япония, Швеция, Корея, Нидерланды – десятки стран, в которых он желанный гость. А теперь у джазмена появились поклонницы и в Анапе. Ли Мейс, он покорил меня своим нежным исполнением, голосом. Как бы я не весь раз слушаю. А Ли Мейс, он такой очень душевный, приятный, нежный, атмосферный. Я не смогла устоять и не прийти. Несмотря на плотный гастрольный график, знаменитый музыкант совершил небольшую экскурсию по Анапе. Городская набережная и археологические памятники произвели на джазмена неизгладимое впечатление. По его мнению, Анапа не только один из лучших курортов, но и город, который может стать столицей джазового фестиваля. К этому здесь все располагает. Руслан Душевский, Анапа, регион.